Девушки отдыхают Среди ярлыков, приклеенных к русской истории в 20-м столетии, едва ли не самыми абсурдными были мифологемы о добром дедушке Ленине и о царе Николае Кровавом. Хотя все было с точностью до наоборот. Если в России и был Кровавый правитель, то им, собственно, и был Владимир Ульянов. Но рассказ о нем ждет нас впереди. Пока в нашей повести идет 1905 год, и политическая роль Ленина близка к нулю. На сопках Маньчжурии гремят пушки японской войны, а в России закипает адский огонь революции. И близится недобрый день 9 января. День, породивший чудовищный миф о кровавом царе и добрых народных заступниках-революционерах. Несмотря на колоссальную помощь, оказанную Англией и банкирскими домами Соул-стрит, Япония была не в силах выиграть войну у России. Колоссальный экономический потенциал империи Николая II начинал сказываться. Только последний штурм Порт-Артура стоил японцам 22 тысяч человек убитыми, среди которых были оба сына японского главнокомандующего флотом адмирала Тока. Русская военная промышленность стала набирать обороты. Переброска войск на Дальний Восток шла полным ходом. К началу 1905 года только полевая русская армия на Дальнем Востоке насчитывала 300 тысяч человек. И впервые с начала войны стало многочисленнее японской. Общее же число войск на театре достигло 1 миллиона. Сибирская железная дорога пропускала теперь до 14 пар поездов в день, вместо четырех пар в начале войны. Потери японцев убитыми приблизились к 90 тысячам человек, при том, что русские потери были вдвое меньше. Экономика Японии работала на пределе возможного, несмотря на помощь Шифа и компании, измерявшуюся суммой более чем в 30 миллионов долларов. В пересчете на сегодняшние деньги, эта помощь составила бы не менее 20 миллиардов долларов. Время работало в пользу России. Должен был сказаться ее мощный организм. Более мощный и в военном, и в финансовом отношении. Ольденбург. Царствование императора Николая II. Армия была уверена в победе. Император Николай Александрович также не сомневался в поражении Японии, прекрасно осознавая всю разницу в потенциалах, только начавшей просыпаться Россией и надорвавшейся уже к этому моменту страны восходящего солнца. 1905 год обещал быть годом победы и радости. Но все вышло по-другому. В самый разгар войны в личной жизни государя произошло радостное событие. У него родился долгожданный сын, наследник цесаревич Алексей Николаевич. Радости родителей не было предела. И дело было не только в том, что после четырех дочерей у царя наконец-то родился сын, но и в том, что его рождение укрепляло внутреннее положение в стране, снимало возможную борьбу за престол в случае смерти или болезни Николая II. Однако радость вскоре была омрачена горьким известием. Цесаревич оказался болен гемофилией. Любой порез, ушиб, ссадина могли привести к смерти. С тех пор в царском доме появился постоянный страх и тревога за маленького ребенка. Тяжелая болезнь цесаревича Алексея, будущего царственного мученика, хоть и приносила неимоверные страдания, но была лишь физической болезнью. Русское же общество было больно духовно. Русская элита не желала победы своей стране. Русская интеллигенция слала поздравительные телеграммы японскому императору, радуясь русским поражениям и русским смертям. Комплекс негативного самовосприятия ограничил в обществе состоянием сходным состоянием больного с адомазохизмом. Вот что писал о войне не кто-нибудь, а о Сергею Юрьевич Витте. Я боялся быстрых и блестящих русских успехов. Они бы сделали руководящие Санкт-Петербургские круги слишком заносчивыми. России следует еще испытать несколько военных неудач. Из воспоминаний Витте Комментарии излишни. Если даже высшие чиновники империи были больны по выражению Данилевского болезнью чужебесия, то есть нелюбовью к своему отечеству и преклонению перед всем иноземным, то что говорить о простой интеллигенции, зараженной либеральной идеологией, а подчас даже марксизмом? Ясно, что в такой ситуации японским спецслужбам было на кого опереться в нашей стране. Русской разведке стало известно о прошедшей в Женеве межпартийной конференции эсеров и финских радикалов. На ней было принято решение об организации вооруженного восстания в Санкт-Петербурге. Ставка делалась на фигуру так называемого Папа Гапона и его популярность среди рабочих Петербурга. Мирных манифестаций не планировалось. Шла работа по доставке в Россию большой партии оружия. К этой задаче активно подключился японский разведчик полковник Акаси. Японский генштаб изо всех сил торопил революционеров. Работайте энергично. Найдите способ отправки. Надо кончать в скором времени. Полковник Акаси. В 1905 году на горе России готовилась настоящая гражданская война. Заказчиками ее были американские еврейские банкиры, Англия, Япония и, собственно, Америка. В качестве исполнителей были выбраны революционно-террористические организации и национал-сепаратисты всех мастей. При этом стоит отметить то обстоятельство, что царская Россия, будучи сильной в военном и экономическом отношении державы, была абсолютно не готова к борьбе с внутренними мятежами. Хотя Российскую империю коммунисты и либералы называли полицейским государством, на деле все было не так. Передовая интеллигенция мечтала о западной демократии без полиции, хотя в западных странах полицейский аппарат был куда мощнее, чем в нелюбимой либералами тюрьме народов. На всю Российскую империю было всего 10 тысяч жандармов. В республиканской Франции уступавшей России населением в 4 раза было 36 тысяч жандармов. Они были обличены такой властью, которая никогда и не снилась нашей полиции. Кирсновский. История русской армии. В конце 1904 года, примерно за месяц до 9 января, прозванного впоследствии «Кровавым воскресеньем» началась подготовка мятежа в Санкт-Петербурге. 28 ноября под руководством Рутенберга и под представством Гапона прошло совещание, на котором был выработан общий план выступления, намеченного на 9 января. СССРовско-Гапоновский план заключался в следующем. Устроив на Путиловском заводе забастовку, прикрываясь собранием фабрично-заводских рабочих, организовать общее шествие народа к царю. Первоначально манифицизация должна была, по планам эсеров, в целях маскировки носить монархический характер. А петиция, которая планировалась вручить царю, должна была быть чисто экономической. И лишь в последний момент следовало объявить радикально революционные требования. Тогда по плану Рутенберга должны были произойти столкновения и общее восстание, оружие для которого уже имелось в наличии. В идеале, если бы царь вышел к народу, заговорщиками планировалось убийство царя. Все началось с провокации на Путиловском заводе. Во время рождественских праздников среди рабочих завода распустили ложный слух об увольнении четырех человек. На заводе началась забастовка. 3 января на завод приехал Гапон с составленной эсерами петиции с заведомо неприемлемыми требованиями. Напомним, что забастовка на Путиловском заводе, выполнявшем заказ для Японского фронта, началась в военное время. Попробуйте представить себе забастовку на заводе в 1943 году в период Великой Отечественной войны. Что бы было тогда с бастующими? Ответ очевиден. Расстрел на месте без суда и следствия. Но в царской России, называемой тюрьмой народов, с рабочими начинают переговоры. 4 января директор Путиловского завода принимает петицию Гапона и отвечает следующее. Для Путиловского завода, выполняющего экстренные заказы для маньчжурской армии, установление восьмичасового рабочего дня едва ли допустимо. Из работы начало первой русской революции. После этого, используя собрание фабрично-заводских рабочих, СССРы провоцируют волну забастовок. Забастовки организуются по плану, разработанному Троцким, еще находившимся в это время за границей. Используется принцип цепной передачи. Рабочие с одного забастовавшего завода врываются на другой и агитируют за забастовку. К тем, кто отказывается забастовать, применяются угрозы физический террор. На некоторых заводах сегодня утром рабочие хотели приступить к работам, но к ним пришли с соседних заводов и убедили прекратить работы, после чего и началась забастовка. Министр юстиции Муравьев. 8 января на общем собрании эсеров была принята новая, чисто революционная петиция, требовавшая отделение церкви от государства и ответственности министров перед народом. Эту петицию решено было перед рабочими не оглашать. Петербургский градоначальник Фуллан полностью доверял Гапону и был не против шествия, организованного собранием фабрично-заводских рабочих. Но 8 января в департаменте полиции появляется секретная записка Кременецкого. По полученным сведениям, предполагаемым на завтра шествием рабочих, намерены воспользоваться революционной организацией. Социалисты-революционеры намерены воспользоваться беспорядком, чтобы разграбить оружейные магазины. Сегодня, во время собрания рабочих в Нарвском отделе, туда явился агитировать агитатор, но был избит рабочими. Из записки Кременецкого. Эпизод с избиением революционного агитатора доказывает, что рабочие были обмануты революционерами и Гапоном. И никаких революционных настроений не имели, а собирались идти к царю с чисто экономическими требованиями. Но революционеры готовили народу и власти кровавую бойню на японские деньги. На воскресенье Гапон назначил шествие к Зимнему дворцу. Гапон предполагает запастись оружием. Из письма большевика Гусева к Ленину. 9 января Гапон передает политические требования министру юстиции Муравьеву. Муравьев приходит в ужас. Но Гапона не арестовывает. На совещании у министра внутренних дел князя Святополка Мирского было решено рабочих в центр не допускать и ввести в город войска. Взять под контроль электростанции, газовые заводы, утиловский завод и фабрику Сыромятникова. Оружие применять войскам разрешили лишь в крайнем случае. Но революционерам нужна была кровь. Гапон заранее знал на что вел рабочих. Великий момент наступает для всех нас. Не горюйте, если будут жертвы не на полях Маньчжурии, а здесь, на улицах Петербурга. Пролитая кровь сделает обновление России. Гапон «История моей жизни». Интересно, что и министр внутренних дел Святополк Мирский, и министр юстиции Муравьев, и петербургский градоначальник Фулан побоялись доложить царю о готовящейся манифестации и о заговоре эсеров. Святополк Мирский обманул монарха. Он счел необходимым убедить Николая Второго, что в столице наступило спокойствие. Урье Зубатов и Гапон Утром 9 января рабочие, отслужив молебен, в Путиловской часовне двинулись в центр города. Шли из четырех разных частей города. Всего собралось до 300 тысяч человек. Это при том, что все население Петербурга едва доходило до полутора миллионов. Сам Гапон вел колонну к Нарским воротам. По дороге по его приказу были силы захваченных Хоругви из православной церкви. Я подумал, что хорошо было бы придать всей демонстрации религиозный характер и немедленно отослал рабочих в ближайшую церковь с захоругвами и образами, но там отказались дать нам их. Тогда я послал сто человек взять их силой и через несколько минут они принесли их. Гапон История моей жизни Первая встреча рабочих с войсками произошла у Нарских ворот. Начальник Нарско-Коломенской части, как тогда назывались городские районы, генерал-майор Рудаков вспоминал «Сегодня, 9 января, толпа рабочих двигалась к Нарским воротам. Чины полиции напрасно уговаривали не идти в город. Когда все увещевания не привели никаким результатом, был послан эскадрон конно-гренадерского полка. В этот момент был тяжело ранен помощник пристава поручик Желткевич, а околуточный надзиратель убит. Из работы начало Первой Русской революции». Итак, первые выстрелы раздаются со стороны манифестантов, а первые убитые это чины полиции. В ответ рота 93-го пехотного Иркутского полка открыла огонь. «Тогда было сделано пять залпов, после чего толпа повернула назад и рассеялась, оставив более сорока человек убитыми и ранеными. Последним немедленно была оказана помощь, и они все размещены в больницах Александровской, Алафузовской и Абуховской, из работы начала Первой Русской революции». Нужно сказать, что картина эта разительно отличается от большевистского мифа о расстреле безоружной толпы под невольными солдатами под командованием ненавидящих простой народ офицеров. А ведь этим мифом коммунисты и демократы формировали народное сознание в течение почти ста лет. Сразу после начала расстрела Гапон и Рутенберг исчезают. Священник Гапон вместе с толпой двинулся к Нарским воротам. Следует заметить, что отец Гапон устроив шествие немедленно скрылся из доклада начальника Петербургского охранного отделения. В 12 часов дня две колонны подошли к Троицкому мосту. Вот отрывки из доклада Пристова-Крылова Санкт-Петербургскому губернатору Фуллану. «По требованию моему остановиться толпа продолжала двигаться и после третьего сигнала, когда толпа все-таки не остановилась, был произведен один зал. Врач лично сообщил, что доставил в больницу пять умерших, десять смертельно раненых и остальных более или менее тяжело раненых, а всего между пятьюдестью и шестьюдестью человек. Из работы начало первой русской революции». На Васильевском острове, где было более всего эсеровских боевиков, события с самого начала разворачивались по трагическому сценарию. Около одного часа дня толпа на четвертой линии значительно увеличилась в числе, стала строить баррикады. Роты двинулись вперед. Во время движения роты из дома номер 35 по четвертой линии бросались кирпичи, камни и были произведены выстрелы. Во время действия войск было задержано за грабеж и вооруженное сопротивление 163 человека. Из работы начало первой русской революции. 163 вооруженных человека ну никак не похоже на мирную демонстрацию рабочих. Боевики, вооруженные на деньги, предоставленные полковником Акаси, готовились к свержению власти. И только сопротивление, оказанное войсками петербургского гарнизона, не позволило эсерам совершить задуманное. В 14 часов 9 января на Дворцовой площади также произошло вооруженное столкновение. И здесь так же, как и у Нарвских ворот, первые выстрелы прогремели из запрудившей площадь толпы. На Дворцовой было убито до 20 манифестантов, после чего толпа рассеялась. Войска всюду, где могли, старались действовать уговорами. Там, где не было эсеровских боевиков, удалось избежать кровопролития. Напомним, что в те времена во всем мире, а не только в России, не было ни слезоточивого газа, ни резиновых дубинок, ни даже банальных пожарных водометов. Тем не менее, в районе Александра-Невской Лавры и в московской части люди спокойно разошлись. К вечеру все беспорядки закончились. По официальной статистике, было убито 128 человек и 360 ранено. Трагические события 9 января 1905 года вошли в историю нашей страны под именем Кровавого Воскресения. И действительно, в этот печальный день на улицах Петербурга пролилась кровь. Однако, реальные жертвы тех трагических событий, конечно, существенно отличаются от той цифры, которая на протяжении многих десятков лет присутствовала во всех советских учебниках истории. Открываю знаменитую историю Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков краткий курс под редакцией комиссии ЦК ВКПБ и читаю, что больше тысячи рабочих было в этот день убито царскими войсками. Более двух тысяч раненых улицы Петербурга были залиты кровью рабочих. Откуда берется эта цифра более тысячи убитых и две тысячи раненых? Она в конечном счете восходит к Владимиру Ильичу Ленину. И вполне понятно, что Владимир Ильич, как революционер практик, стремился к тому, чтобы максимально увеличить число жертв, сгустить краски, чтобы вызвать у читателей своих статей чувство глубокого возмущения, протестную реакцию. Между тем, реально, конечно, в Петербурге было убито где-то около 150 человек. Жертвы были немалые, но виновниками их должно назвать тех, кто с холодным цинизмом подставил рабочих под солдатские пули. Независимо от количества погибших 9 января, смерть невинных людей является трагедией. Революционерам не удалось свергнуть царскую власть, но кровавая провокация вполне удалась. Готс, Рутенберг, Гапон, Акаси и их заокеанские спонсоры Шиф и Морган сделали свое черное дело, столкнули русский народ с русским царем. При этом еще раз подчеркнем, что мятеж 9 января происходил во время войны. Забастовки на оборонных заводах в военное время в любой стране, кроме России, были бы кроваво подавлены в самом зародыше. Так, англичане в 1916 году подавили Дублинское восстание, подогнав к городу морские мониторы и расстреляв его из тяжелых корабельных пушек. Улицы же были зачищены от восставших с помощью пулеметов и только что появившихся в английском арсенале танков. И никто, даже Америка, не кричала о кровавом английском режиме. В 1920 году те же англичане уже в мирное время танками и пулеметами подавили рабочие беспорядки в Манчестере. Царскую русскую власть, подавившую военное время, организованной японской разведкой мятеж, объявили кровавой. И это при том, что против участников шествия 9 января не только не было предпринято никаких репрессий, но каждой пострадавшей семье из личных средств царя было отпущено по 50 тысяч рублей. В современных деньгах это приблизительно по 200 тысяч долларов. Император отправил в отставку министров святополк Мирского и Муравьева. Новым генерал-губернатором был назначен генерал Трепов, прекративший мятежи в городе без кровопролития. Генерал отдал войскам знаменитый приказ патронов не жалеть, но при этом он сделал все для того, чтобы об этом приказе стало широко известно. Мятежи прекратились. 19 января государь встретился с депутацией петербургских рабочих. Прискорбные события с печальными, но неизбежными последствиями смуты произошли от того, что вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменникам и врагам нашей Родины. Знаю, что нелегка жизнь рабочим. Многое надо улучшить и упорядочить. Из выступления Николая II перед депутацией рабочих 19 января 1905 года император создал комиссию для решения рабочих вопросов, состоящую из выбранных рабочих, фабрикантов и сенатов. Поддержал царь и идею создания Петербургского рабочего совета, рассматривая его как корпоративно-представительский орган, вроде дворянского или купеческого собрания. К сожалению, сам Петербургский совет оказался полностью в руках революционера. Его создание и деятельность были профинансированы Гельфандом Парвусом, а лидером Петербургского совета стал человек по имени Лейба Бронштейн, более известный как Лев Троцкий. Император надеялся, что подавив антигосударственный мятеж в Санкт-Петербурге и улучшив положение рабочих, ему удастся взять ситуацию под контроль. Но государь не представлял, как глубоко зашла подготовка атаки на Россию. Японцы потратили 10 миллионов долларов на диверсионную деятельность на территории России в 1903-1905 годах. Алексей Боровский, историк. Россия оказалась на краю гибели. Страна подверглась спланированному нападению как снаружи, атакуемой Японией, так и изнутри, раздираемая революционерами. В связи с забастовками на таких крупных оборонных заводах, как Обуховский и Путиловский, сократилось производство боеприпасов и военной техники для японского фронта. Стали прерываться железнодорожные перевозки. Власти во всей стране, как и в Петербурге, оказались не готовы к сопротивлению революционному террору. Люди отказывались занимать должности губернаторов и чиновников, боясь быть убитыми. Агрессия, организованная Шифами, Ротшильдами, Парвусами и японской разведкой, ввергла страну в состояние полного хаоса. И тут на первый план вышла личность царя, личность человека, которому прикрепили ярлык слабовольного и мягкотелого. Но именно император Николай II спасет страну и подавит железной рукой страшную антирусскую смуту. Но об этом разговор в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok